Доброе утро! Это студия хорошего настроения. На календаре 15 мая, сегодня пятница и с вами вместе этот день встречают Дмитрий Кахно и Саша Каштанова. Дождались, друзья, пятница, еще день поработаете и завтра можно ехать на шашлыки. А пока посмотрите СТВ. Тем более, что сегодня весь день на телеканале СТВ будет больше КВН, чем обычно. Во-первых, в 8.15 вечера вы увидите игру одной-восьмой международной лиги КВН, а прямо сейчас у нас в гостях команда, состоящая из двух человек с таинственным названием «Исподоль» в лице. Антонины Кузьмичи и Алексея Сосницкого. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Ваша команда буквально за короткий промежуток времени идет по КВН семимильными шагами. Расскажите о своих достижениях. Два человека и всем смешно. Как так получается? Это было не всегда, у СТВ. К сожалению, не всегда. Ну, как у нас так получается, мы играем второй год в КВН. То есть совсем чуть-чуть. Да, это очень мало, на самом деле, для КВН, потому что люди играют по 10 лет. Когда играют? С детства играют в КВН? Со школы? С садика? Да, со школы. Начинают играть. Нет, даже со школы. Сейчас очень многие начинают играть со школы. И мы очень завидуем, на самом деле, таким людям, которые так рано начинают играть. Потому что мы начали, наверное, по меркам КВН, поздновато. Очень поздно? Да, достаточно поздно. То есть лет в 19 пришлось наверстывать очень быстро. Лучше поздно, чем никогда, да. Ну и потом как-то мы поиграли немножко не очень хорошо. А что значит не очень хорошо? Это как? Это вы выходите, шутите? Это мы выходим, шутим и просто уходим. И ничего не происходит в зале. Люди просто смотрят. Да. Ну, наверное, любая команда должна. Вы выходили к грустным, уставшим людям? Ну, к сожалению, нет. Хотелось бы думать так, но мы выходили к веселым людям. Которые грустили. Да, сначала мы тоже хотели думать, что мы каждый раз уходили со сцены в тишину. Нам там три человека похлопало. Лешина мама и бабушка. И мы уходили за сцену. Леша говорил, это просто все дело в том, что зритель нас не понимает. У нас очень смешные шутки. Но мы хотели так думать, но на самом деле потом мы как-то словили вот эту волну. Мы решили шутить вот в концепции, которая у нас сейчас есть, франзоны. О том, что Леша... Поясните, это для наших телезрительских. Да. Раньше мы просто шутили. Выходили вдвоем и что-то говорили, какой-то текст. Теоретически смешной. Но потом нам подсказали редакторы, что лучше как-то это разбавить с нашими взаимоотношениями. То есть я пытаюсь начать встречаться с Тонией, а Тоня отказывает мне... Ну, это, по сути, как бы были наши реальные отношения, поэтому нам было несложно. То есть у нас было такое, что вообще как это все произошло. Мы выходили на сцену, показывали миниатюры, и между миниатюрами меня сильно очень раздражал Леша. Я начала на него кричать, и все смеялись. Ну, то есть редакторы говорили, вот, это сейчас вы шутили, это реально или как? Они говорили, да, вот это смешно. Давайте попробуйте вот так вот сделать. В итоге вы начали ругаться на сцене? Да, да. Записывать это все? Да, это оказалось смешно. То есть мы просто иногда идем там по улице или в университете где-нибудь, и Леша мне что-нибудь говорит, я ему отвечаю, и мы понимаем, что это надо записать. КВН-движение Беларуси. Насколько оно велико? Вообще с Минском считается ли в мире КВН? Сейчас наша вот команда Минская, лучшие друзья, играла в высшей лиге достаточно успешно. А были теперь в четвертьфинале? Я думаю, что вот они дали какой-то... Еще один толчок. Толчок какой-то, да. Они дали надежду того, что у белорусского КВНа есть. Вот эта вот команда, она шла к высшей лиге больше, чем 10 лет. В Сочи все были достаточно дружны, то есть все белорусские команды друг друга очень поддерживали, помогали, и прям вот чувствовалось, что как будто бы вот одна семья. В Минске это не так чувствуется. Потому что тут уже конкуренция. Да, тут какая-то есть между нами конкуренция, мы все, ну, хоть и так, постольку-поскольку. И то, даже в международной лиге команды, которые играют в белорусские, они все равно друг другу помогают, друг у друга на звуке сидят, выходят друг за другом. Ну, то есть как бы конкуренция есть, но как-то она не выходит на первый план в отношениях. Вы играете вдвоем? Не много ли людей для команды? На сцене мы вдвоем иногда используем какие-то интересные ходы, то есть выводим каких-то дополнительных персонажей. Я видел одно выступление, где бывший пришел, Антонина. Да, да, бывший. У меня каждый раз, очень много раз мы показывали эту миниатюру про бывшего, и каждый раз разные парни выходили, и мне потом спрашивали, Тоня, ты... Почему много у тебя бывших? КВН мешает личной жизни, понимаешь? Ну, вообще мы вот сейчас... Раньше мы практически вдвоем все время стояли на сцене, а потом как-то уже поняли, что хочется нам самим чего-то. Вот началось все с бывшего, а потом уже на международной лиге... А бывшая я будет? Возможно. Ну, Леша очень хочет быть. От меня зависит, но я пока как-то не получается. Пока не срастается у Леши. Но потом нам подсказал редактор Международной лиги, что это очень хорошо, что мы выводим людей, делаем такую динамику. И мы поняли, что да, вот это может быть нашей фишкой. То есть у нас в команде двое, но постоянно выходят какие-то... Да, и у нас получается всегда после игр на нас вроде бы двое, а на фотографиях всегда 50 человек, дети какие-то там, качки, да. И вот. Много приходится работать для того, чтобы играть в КВН? Ну, не в смысле заработать на КВН, а в смысле... Мы собираемся и репетируем каждый вечер. Все время. На самом деле практически все свободное время это занимает. Ну, то есть если люди хотят чего-то добиться в КВН, то приходится жертвовать и работой, и учебой, уж тем более. Личной жизнью. А что с учебой? Что говорят преподаватели? Узнают? Это зависит от преподавателей, на самом деле. Если преподаватели любят КВН, то да. Ну вот Леша научный руководитель, ему какие-то бонусы делает. Требует пошутить перед тем, как поставить автомат? Нет, нет, просто... Просто говорит, молодец. Да, это весь бонус. Юмор как-то разделяется по странам и национальностям? Есть вообще в КВН какие-то понятия, что вот, допустим, грузины шутят смешнее, чем русские или украинцы? Ну, есть скорее потребность. То есть когда ты уже начинаешь играть в какой-то лиге повыше, то от команды из определенной страны ждут определенного юмора. Ну, в любом случае, все хотят, чтобы было смешно, на самом деле, вот и все. Вообще какие-то КВН-планы вы строите в своей жизни или все-таки доучиться, а дальше работать? На самом деле, ну, я не буду за Лешу отвечать, но лично я вообще не люблю в этом плане строить что-то. В плане строить планы. Не очень. Ну, что-то планировать не очень люблю, потому что, ну, вот оно идет, как идет. Вот сейчас у нас что-то получается, а загадывать, наверное, ничего не нужно. Потому что КВН — это вообще вот игра взлетов и падений. Ну, вот у меня такая же позиция. Ну, да, конечно, у тебя такая же позиция в команде. Капитан, кто команды? Капитан, я, главная Тоня. Вот все как в жизни. Все как в жизни, да, так и бывает? Вот, спасибо вам большое, что с утра к нам заглянули в студию «Хорошего настроения». Желаем вам искрометного юмора теплых залов, которые будут рады вам и вашему юмору встречать. В гостях у студии «Хорошего настроения» была команда КВН «Исподваль». Кстати, почему такое название? В магазине шли. Молоко покупали. Все, хватит. Команда КВН «Исподваль» Леша и Тоня. Мы прервемся ненадолго, а потом снова вернемся в студию «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова